Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». У нас в гостях Сергей Правкин, победитель конкурса проектов Всероссийского форума «Территория смыслов». Здравствуй! Здравствуйте! Расскажи, пожалуйста, о своем проекте. С чем выиграл? Грант я выиграл на цифровую платформу профессиональной амбитации «Моя первая работа». Грант в размере 300 тысяч рублей. Просили несколько больше, но эксперты сделали выбор в пользу меньшей суммы. Но она обеспечит нам возможность реализации нашего проекта. «Моя первая работа». Как пришла идея? У тебя самого возникли какие-то сложности или, может быть, у твоих друзей и знакомых? Идея возникла во время школы CDO, Chief Data Officer, которая проводила правительство Рязанской области, у одного из членов нашей команды. Он является выпускником Радиотехнического университета. Идея связана с большими данными, потому что это является необходимым условием, то есть трендом. И текущие модели трудоустройства, то есть поиска первой работы, не отвечают требованиям молодежи, которой неинтересно, допустим, заполнять громоздкие резюме, неинтересно искать на сайтах, на том же HeadHunter или на других ресурсах много разных данных, то есть рассматривать множество профессий и в текстовом формате. Мы же все живем сейчас в современном мире, в социальных сетях, и, соответственно, молодежи это неинтересно, и на это уходит очень много времени. И для поиска первой работы простое решение, вот наше приложение, оно 90% общения, 90% знакомства с профессиями, с сотрудниками, с компанией будет происходить в видеоформате. Это очень упрощает жизнь и понимание для молодежи и для окружающих вообще. Но накладывают определенные ограничения для работодателя, теперь придется снимать видосики, правильно? Ну, это несколько неограничения, поскольку все видосы живые, то есть рассматривается видео, которое записывает сам сотрудник. То есть это не постановочное видео, как обычно, там, вакансии или что-то. То есть они подразумеваются, но это уже отдельная немножко история. Основное это то, что сотрудник, живой сотрудник записывает и рассказывает о своей работе. То есть представляется, сколько ему лет, что входит в его обязанности, знакомит с коллегами. И школьник или студент первых-вторых курсов смотрит, знакомится и, в принципе, получает представление о профессии, и как это происходит на самом деле. То есть не посредством текста, там, никаких-то непонятных формулировок, типа требований, обязанностей, а непосредственно знакомится с профессией, вот, ну, глазами сотрудника практически. Ну, то есть то, что обычно происходит в первый день, когда ты уже прошел собеседование, да, и вот тебя вводят, по сути, по цехам. Ну, обычно же перед собеседованием тебе необходимо, нужно заполнить резюме, заполнить какие-то еще дополнительные документы, анкеты. А тут у тебя есть возможность напрямую взаимодействовать сразу с сотрудником практически с профессией. Здорово. Как в итоге это будет выглядеть? Вот что человек должен сделать? Например, я как потребитель. Очень просто. У приложения очень простой интерфейс. То есть необходимо зарегистрироваться через социальные сети, то есть в один коллег регистрации, то есть подтверждаете регистрацию через социальные сети. Дальше у вас открывается сразу же живая лента новостей, потому что у вас вводные данные в социальных сетях, либо можно не через социальные сети войти, там ввести два поля, то есть возраст и никнейм. Далее у вас открывается живая лента сотрудников. В живой ленте вы можете отсматривать видео, то есть смотреть там они не больше минуты, за счет чего вы оперативно получаете информацию. В этой ленте вы выбираете то, что вам нравится, то есть это банальные лайки, дизлайки. Далее вы выбираете теги, то есть привязанные к какой-то профессии, допустим, тот же гибкий график, или же работа на свежем воздухе. Система, внутренняя система, это на базе нейросетей и искусственного интеллекта, анализирует ваш выбор и начинает корректировать ленту в соответствии с вашими выборами. В случае, если у вас какая-то и начинает предлагать вакансии, которые будут вам интересны более-менее, то есть ближе по вкусу и по предпочтениям на основе вашего психологического портрета. Человек, благодаря этой ленте, может увидеть вакансии, которые он не рассматривал бы, если бы не воспользовался приложением. То есть при поиске первой работы, как привычно, мы идем в Макдональдс, или, условно, идем к каким-то знакомым, ищем работу. Но не рассматриваем, допустим, другую профессию, потому что просто они не слышали или не видели. Система же держит в себе и содержит огромную базу данных профессий. То есть это больше профессий, чем может охватить среднестатистический человек, анализируя сайты и различные ресурсы. Соответственно, она начинает предлагать варианты, допустим, вы рассматриваете только два варианта. Система предложит еще три-четыре, один из которых, может быть, даже в большей степени подойдет, чем те два, что вы рассматривали. То есть она расширяет кругозор человека в выборе профессий. Также эта живая лента позволяет, допустим, выбрать сотрудника. Сотрудник первое видео записывает, рассказывает о себе и о своей работе, а последующее видео он может вести свой блог. И рассказывать более подробно о каких-то особенностях работы, делиться с ребятами, которые воспользуются этим приложением, и узнавать много нового. Что уже сейчас готово? Что-то есть? Да, уже есть прототип. То есть он отражает основной функционал, но именно пока еще не подключена нейросеть, все остальное находится в процессе разработки. С прототипом мы уже ездили на форум. То есть уже опробовали на практике? Да, то есть собрали уже обратную связь. На форуме я с многими ребятами общался. Ребята еще являются молодыми специалистами в HR области, то есть работают с людьми. И от них тоже была обратная связь, и они действительно благодарили за возможность вот такого вот приложения, что говорили о том, что данное приложение определенно будет котироваться на рынке и будет интересно молодежи и даже им. Потому что интересно общение с живыми людьми. Ты уже сказал, что была по приложению обратная связь. Удалось ли что-то почерпнуть, взять на заметку какое-то предложение? Да, было очень интересно и много предложений. Самое основное это то, что хотелось бы, чтобы больше функционала даже попросили, чтобы было закрыто у работодателей. То есть чтобы работодатели имели более широкую картину, потому что работодателям достаточно сложно отсматривать видео, то есть студенческие. И просили, чтобы у работодателей было какое-то ангетирование или что-то, чтобы работодателю было интересно. То есть в основном именно такую обратную сторону. Да, вот HR, потому что общался со специалистами в области HR, и они просили именно по обратной стороне. И это было даже удивительно. А молодые ребята, им в принципе функционал понравился, то есть даже максимально интересно, практически как в Инстаграме. Расскажи, пожалуйста, какой следующий шаг по вашему проекту? Вот сейчас вы получили финансирование, что будете с ним делать? На текущий момент финансирование мы получим только через месяц, поскольку существует определенная процедура заключения договора с Росмолодежью. Соответственно, я заключаю договор, я беру на себя определенную ответственность за сумму, которая на меня выделяется. После заключения договора мы в соответствии с календарным планом начинаем разработку приложения. Разработка приложения начинается с контактов с большим числом разработчиков, то есть у нас есть в команде волонтер и разработчик, который занимался до этого разработкой прототипа, но, соответственно, одному человеку очень сложно выделить. Соответственно, мы будем взаимодействовать с компаниями в IT-сфере Рязанской области и с которыми можно будет заключить договоренность по разработке мобильного приложения. Сколько сейчас человек в вашей команде и сколько нужно для того, чтобы проект реализовался? Главное, это люди определенно. На текущий момент в нашей команде 5 человек, среди которых разработчик, я как руководитель проекта, дизайнер, а также человек по взаимодействию с работодателями, компаниями и другими людьми. И человек, который является специалистом АНО «Цифровой регион», это руководитель проектов. Она будет заниматься синхронизацией нашего проекта с глобальным проектом в Рязанской области, цифровые кадры Рязанской области. Отлично. Получается, вам нужно расширить теперь команду для того, чтобы... Команду расширить в сфере разработки, скорее всего. И плюс еще привлечем волонтеров, с которыми можно было бы взаимодействовать, чтобы ходить по тем же школам или вузам и собирать обратную связь. Все равно человек, когда берет в руки что-то, он что-то видит свое, что-то видит по-другому, и, соответственно, на начальных этапах это проще корректировать. На какой возраст рассчитано приложение? Ты сказал, что это первая работа, да? Для кого она? Приложение рассчитано на школьников старших классов, то есть на возраст, если брать возрастную группу, это от 14 до 30 лет. На текущий момент в Рязанской области в этой возрастной группе 180 тысяч человек. Из них 120 тысяч уже трудоустроены или работают. А вот из оставшихся 60 заинтересованы в трудоустройстве 30 тысяч человек. Именно вот эти 30 тысяч, пропадающие в возрастные рамки, и являются нашей целевой группой. То есть у нас достаточно обширная группа. Я знаю, что работодатели достаточно неохотно берут к себе несовершеннолетних, потому что это определенное ограничение по трудовому законодательству, и не верят, что в этом возрасте ребята могут быть ответственными. Есть ли кто-то, кто уже готов предложить вакансии? На текущий момент готовы предложить вакансии небольшие компании, то есть это типа кафешек или что-то без конкретики пока. Им интересно то, что у них молодые ребята, тем же официантами, не так давно поступило предложение, что в ЦПКО на летнюю веренду требуются официанты. То есть это вот такая вот профессия, казалось бы. Один видеоролик школьник увидел, и у него гарантированное трудоустройство летом. То есть небольшая зарплата, небольшие затраты и небольшой труд, а он увидел, все, свежий воздух, прекрасная работа. То есть предложение уже есть. Отлично, потому что сейчас это действительно проблема, особенно вот в летний период, вакансии меньше, чем желающих. Это я точно знаю. Ну, это решаемо, я думаю, потому что в наше время основная политика направлена на молодежь, которая является будущим, поэтому нужно прививать к труду, поэтому я думаю, в следующем году вакансий и мест будет гораздо больше. Сколько уже сейчас есть вакансий, и какие они, кем можно устроиться будет? На текущий момент приложение запущено в тестовом режиме, соответственно, вакансии и все видео пока демонстрационные. Но на текущий момент есть предложение от как раз небольших фирм, то есть в ближайшем будущем приложение будет заполняться. Но, естественно, пока функционал прототипа ограничивает наполнение. Ну, мы же когда разрабатывали, предполагали какие-то основные профессии, скажем так, которые будут предлагаться. Вот что будет самым популярным, как ты думаешь? На мой взгляд, самым популярным будет пока еще сфера обслуживания, потому что для сферы обслуживания не требуется опыт работы, и она предлагает свободный график, который позволяет молодым людям совмещать работу, учебу в очень хороших рамках. То есть отношения цена и все остальное. Почему решился участвовать в территории смыслов и достаточно много других возможностей и проектов? Почему именно грант? Дело в том, что гранты в нашей стране – это отличная возможность реализовать свою идею. Выиграть грант не слишком сложно, потому что нужно соответствовать требованиям, подготовиться, прийти и выиграть, потому что если действительно стоящая идея, если она изменит жизнь многих людей, и если она действительно необходима в регионе, в стране и в любой точке мира, но грант, естественно, на территории Российской Федерации, то берите, пишите и идите. Вот это самое основное, поэтому я отправился на территорию смыслов для того, чтобы реализовать ту идею, которая, на мой взгляд, является необходимой и отвечает современному миру и будущему страны. Сколько времени понадобилось на то, чтобы оформить всю документацию? Там ведь явно есть подтверждающие какие-то письма, что ты не просто так этим занимаешься, что есть гарантии выполнения проекта. Да, готовка заняла некоторое время, порядка двух месяцев, потому что для того, чтобы грамотно расписать проект, нужно предоставить, допустим, ссылки на информационные источники, ссылки на ресурсы, также подтверждение от правительства, допустим, письма поддержки, подтверждение от членов команды, подтверждение от организаций, также необходимо расписать достаточно подробно смету и все остальное. Но это осуществимо, нужно приложить усилия, немного времени, и все у вас получится. Есть ли какой-то секрет? Как стать победителем? Может быть, какой-то компонент, который был в твоем проекте и не было у других, ты отметил? Это очень хороший вопрос. Для того, чтобы стать победителем, необходимо, во-первых, поверить в свою идею, а во-вторых, приложить максимум усилий и посвятить себя, ну, то есть ограничить свои затраты на другие ресурсы и все остальное, посвятить себя именно этой идее и направить все свои силы, все свои стремления, всю свою сущность на осуществление этой идеи и на реализацию своего проекта. И это видят люди, это видят эксперты, и, соответственно, они понимают, что проект будет доведен до конца, и этому человеку можно доверять, соответственно, мы выделяем ему определенный грант или сумму. То есть харизмой брать, правильно? Возможно. Отлично. Спасибо тебе большое за интересную беседу, спасибо, что пришел к нам в студию, нашим зрителям. Я напомню, что в гостях у нас был Сергей Правкин. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!